Рекомендую подписаться на канал, на котором вы узнаете много интересных фактов о популярных актерах, в сопровождении большого количества вставок из фильмов с их участием. Автор подбирает самые яркие сцены из фильмов и скучно точно не будет. Все те, кто действительно любит кино, переходим по ссылке в описании и подписываемся. Всем привет, я Антон, я кинокритик, у меня уже три рецензии на кинопоиски, да. Буквально сегодня я посмотрел очень классный фильм, который, продолжение, значит, Дивергента и Инсургента, значит, называется он, значит, Легенд Инсургент часть 3. И, честно, я не помню, как там это название называется, я долго пытался вспомнить, но что-то не помогло. Короче, третий Дивергент. И, знаете, я обычно делю фильмы на говно и шедевр. Так вот, этот фильм шедевр. Стоп доказать свою правоту, вам сейчас все расскажу, только осторожно, спойлеры. Итак, у нас есть девчонка Трис. Удивительный индивид, который во времена утопии умудряется каждый фильм менять краску для волос, прихмахера и прическу. В общем, как вы знаете из прошлого фильма, злодейка была повержена, и теперь все, в руки взяли сопротивленцы, которые на протяжении всего фильма делают вот это. И все, кажется, они больше ничего не умеют. Проблема в том, что теперь новая главная злодейка собирается в Чикаго устанавливать свои порядки и казнит людей направо и налево, что как-то не устраивает главную героиню. Но главная героиня вместе со своим другом китайской версией Чинга Татума с пухлыми губами решается сбежать оттуда. Берут с собой охапку ненужных друзей и одну бабу, которая, естественно, через 10 минут сдохнет. Фигня в том, что герои хотят сбежать за стену, однако это маловероятно, поскольку стена для этого существует, чтобы ее невозможно было перебежать. Но почему-то героям это удается. За 3 минуты. Да. В общем, герои сбегают за стену и встречают там много-много хренового хромакея. Серьезно, этот фильм просто бьет все полимеры по великолепной компьютерной графике. Такое ощущение, что я попал в фильм «Дети шпионов 3D». Это, кстати, мой любимый фильм. После сопротивления начинать погоню за героями в пустыне. И представьте себе безумного Макса, где за главными героями гонялась бы одна машинка. Вот именно это происходит в этом фильме. Серьезно, можно было бы пустить народу и побольше, чем одного человека, дебилы. Но плевать! Героям удается скрыться, они попадают в какой-то совершенно странный лунопарк-город, которым управляет некий Джефф Дэниелс в костюмчике. Серьезно, за последний год Дэниелс будто прирос к этому костюму и больше ни в чем не снимается. В общем, он встречает наших говнорей и говорит «Здорово, вы все избранные. Ну, кроме тебя, 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 тебя. Вы все поврежденные, а вот рис наш крякал». И далее, на протяжении 50 минут фильма, главный герой недолгая монотон общается с Джеффом Дэниелсом. Что, я правда избранная? Да. Точно-точно? Да, я ведь странный мужик, взявшийся непонятно откуда в костюме, конечно, ты мне можешь доверять. Особенно забавляет, когда герой общается на фоне постакалиптической пустыни. Вокруг их силуэтов такой маленький зеленый контур от хромакея. Это, блин, действительно забавно. Я надеюсь, это режиссерское видение, а то, если это просто несовершенство графики, я очень разочаруюсь в фильме. В общем, как-то внезапно. Эти миссии крадут детей, убивают родителей и стирают им память. И губастый такой «Это неправильно». А главная героиня такая «Да пофиг, им можно доверять». Но внезапно пареньку из-за держимости, видимо, надоело находиться на вторых планах, он решает украсть какой-то газ и сваливает обратно в Чикаго. Чтобы отравить и усыпить всех людей, просто потому что так нужно. Он надает этот газ главной сопротивленьке, которая оказывается мамой главного героя. Серьезно? Да он скорее тянет на ее отца, чем наоборот. В последнем 20 минутах фильма главная героиня вспоминает, что за весь фильм она сделала целая нихрена. Серьезно, она просто сидела и ничего не делала, в то время как центральным героем в основном был вот этот губастый орангутанг. Блин, откуда его взяли? Он даже ни одну эмоцию показать не может. В смысле, великолепный актер, да. В общем, герои умудряются пробраться обратно в Чикаго. Естественно, не успевают, как в тот момент, когда эта парочка начинает распылять чертов газ. Но сынишка решает остановить мамашу пламенной речью. «Я же твой сын, ты моя мать, ты этого не допустишь». «Ну я же...» «Прекращай этот балаган!» «Хорошо, просто злодейка года». Однако пареньку из-за держимости все еще не нравится, что он на втором плане решает сам распылить газ. Но вот беда, газ начинает распыляться и в лаборатории, где он находится, вот придурок. Естественно, он сразу такой «Нет, я не хочу умирать!». Он раскрывает двери лаборатории, в нее вбегают главные герои, отключает этот газ, а парень из задержимости сбегает. В общем, фильм заканчивается пафосной речью, которую произносит главная героиня всем жителям Чикаго. «Мы это отстояли, мы это сделали». Конечно, мы, блин, великолепны, за весь фильм-то сделала чистая нихрена. Они, конечно, великолепны, только вот в конце появляется грозный взгляд Джеффа Дэнилса, и мы понимаем, что будет еще один фильм. На который, разумеется, пойду. В целом, естественно, это шедевр. Правда, в фильме много целовались, я смотрел с мамой, и когда они начинали это делать, я начинал краснить и потеть. Зато графон, пришедший из компьютерных игр 2005 года, просто великолепен. Но это все полная фигня, и вы должны обязательно сходить на Дивергента, и я ставлю фильм в 60-10, да. Ладно, на самом деле это все фигня, и советую настоятельно не ходить на этот фильм. В нем отвратительная графика, отвратительные персонажи, появляющиеся с причиной и без. Много нелогичных поступков, ноль морали, и этот фильм просто не нужен. Если вы отложили немножечко кровных деньжат на эту картину, то забейте, и лучше потратить их на 8 марта. Кстати, о празднике. Ох, собственно, я хочу поздравить с 8 марта всех прекрасных зрителей с канала Чак Ревью. Они же тут есть, я надеюсь, что есть. Будьте отзывчивыми, добрыми, прекрасными, ставьте лайки на все мои видео. Куда ж без этого. В общем, от имени канала я дарю вам этот букет, и пусть физически я не могу его передать, но духовно он с вами. Хорошо выкрутился. В общем, на этом все, всем спасибо за внимание, вступайте в группу, пальцы вверх, и всем пока. Вот вам котяток для разбавки атмосферы. Субтитры сделал DimaTorzok